Добрый вечер, уважаемые друзья! С вами Юлия Латте, кофейный художник Москва. Сегодня у нас прямой эфир посвящен теме кофеграфии. Мы с вами порисуем вместе. Я подожду, пока присоединится некоторое количество участников, с кем бы мы могли вести диалог. Сегодня мы рисуем кофейной краской на акварельной бумаге. Я предлагала вам подготовить заранее материалы на кофейную краску, кисти, салфетки и акварельную бумагу плотностью от 200 граммов на метр квадратный. Такая маркировка делается на склейках, альбомах. И при покупке отдельных листов можно выяснить у консультантов в художественном магазине. Чем плотнее бумага, тем больше манипуляций с водой, она может выдержать и не коробиться, не скатываться в процессе. Кофейную краску, как я говорила, мы готовим в данном случае из гранулированного растворимого кофе с добавлением небольшого количества воды. Получается краска густая, как сироп. У меня чистая вода. Лист закреплен, чтобы он не гулял, не коробился, чтобы было удобно работать зажимами. И прихвачен, там где зажим не достают, бумажным скотчем. Можно приколоть кнопками к планшету и так далее. Для того, чтобы дело было несложным для новичков, чтобы у вас сразу получилась вполне удачная работа, давайте мы нарисуем простой пейзаж. Я предлагаю взять какую-то тематику летнюю, поскольку уже на улице тепло, хочется рисовать что-то соответствующее сезону сейчас. У меня есть несколько фото летних, которые я смотрю для того, чтобы некий образ будущей картины сформировать. Наверное, что-то нарисуем без домиков. Может быть просто ручей, папоротник или вместо папоротника трава березки. То есть, предложение такое. Или вот просто можно, не знаю, сейчас воду брать, не брать. Ну, давайте попробуем начать и как пойдет. Я подожду тех, кто будет присоединяться в эфире, периодически поглядывать на вопросы. Если они будут появляться, пишите. Тем, кто первый раз смотрит на кофейное рисование, поясню, что это действительно кофейная краска, это не метафора, то есть это не какая-то коричневая красочка. Это, на самом деле, кофе, разведенный с водой. Итак, некий такой образ мы скомпонуем из фото. В кофейном рисовании можно использовать акварельные техники и вести работу либо по мокрому, сначала увлажняя лист бумаги и нанося на него краску, либо по сухому. Когда мы по сухому листу прорисовываем без каких-то расплывов, довольно четкие линии, даем графичный рисунок. Потому что акварель относится к графике. Можно комбинировать и акварель по сухому, и акварель по мокрому. Сейчас я предлагаю вам рисование начать с легкого фона. Я обмакиваю кисть, широкую синтетическую кисть, в чистую воду и беру совсем немного кофе на ее кончик. И начинаю легко наносить фон. Широкой кистью работать очень удобно. Если вы обратили внимание, эта кисточка совсем плоская, широкая. Ее можно приобрести не только в художественном магазине. Такие кисти можно подобрать для себя даже в хозяйственном или строительном магазине. Кисти для покраски, синтетика и щетина могут пригодиться художнику, живописцу и графику. Легкий-легкий фон, который я растягиваю и свожу на нитку. Дальше мы с вами попробуем наметить будущий рисунок, определить его композиционно. То есть, все-таки сделаю, наверное, небольшую вот эту речушку. Либо просто тропинку и березки. Березки очень, именно березки хочется нарисовать. Я только сейчас решаю, стоит ли их рисовать с водой или пока без воды. Давайте все-таки просто тропинку, чтобы точно все справились сразу с таким пейзажиком. Итак, набрасываю березки. Как видите, даже на исходном фото березки не растут заборчиком, штакетником. Они имеют при том, что лес довольно-таки стройный, довольно стройная рощица, имеют разное направление роста. И это добавляет живости пейзажу. То есть, на самом деле, и трава не растет вот так четко. Верх четко как-то выстроена рядочками. И деревья также. Я пока только намечаю направление стволов. Будем прорисовывать их позднее. С каждым новым слоем добавляя детальности. Стволы не идеально прямые. Где-то можно вести кисть с подкручиванием. Далее добавим ветки после этого этапа. И сразу же наметим тропинку. Может быть, куда-то фото прикреплю, чтобы оно было видно. Вот так. Здесь, кстати, пока у нас светлый участок в середине листа остается пустым, думаю, что стоит немножко фона в него добавить. Здесь мы делали легкую растяжку по небу. Почти незаметная через экран телефона, как я вижу. Здесь легкая-легкая растяжка кофейная, сходящая на нет. А вот здесь идет тень от деревьев. Некая такая прохладная темнота внутри рощицы. Здесь можно немножко это все притемнить кофейной краской. Каждый кофейный слой добавляет насыщенности. И поэтому, конечно, итоговый рисунок будет не таким светлым-светлым. Сейчас мы только намечаем. Поэтому очень-очень легкие оттенки. Дальше будет рисунок насыщаться. И в конце планируется довольно контрастным. Помимо вот этого пятна темности, как мы видим на фото, у нас есть также темнота от травы и тени берез на переднем плане. Тоже это пятнышко добавим. Начинаем мы работу всегда с определения тоновых пятен на фоне основных пятен рисунка. Далее уже занимаемся тонкой прорисовкой. Сначала идем от целого к частному и от светлого к темному. Не стоит сразу перетемнять работу. На это еще хватит времени потом. Так, сбилась резкость. Хорошо. Стало лучше. Обратно. В процессе рисования кофе источает очень приятный аромат. Такое вид рисования хорош и для тех, кто любит кофе, и для тех, кто кофе пить не может по каким-то причинам, зато может совершенно безнаказанно наслаждаться запахом. Это совершенно безопасно. И для кипертоников, и для детей, и так далее. Так, еще даем стволы. Вдали у нас березки тоньше и чуть мельче. Чтобы начать формировать общий вид нашего пейзажа, уже стоит после вот этих первых пятен и первых линий приступать к какой-то нормальной прорисовке. Сейчас немного поближе сяду. Время от времени буду поглядывать в чат. Если возникают вопросы относительно кофейного рисования, можете их оставлять. Я потом полистаю, почитаю. Про березы. Все знают, как они раскрашены. Светлая кора с верхней части ствола переходит в почти черное у основания. И по высоте ствола разные темные пятнышки, наросты, трещины в коре. Это мы сейчас будем потихонечку переносить. Итак, вот эти березы, которые у нас нарисованы на ближнем плане, они будут самыми широкими и самыми детально прорисованными. Все, что будет уходить вдаль, будет чуть меньше выделено деталями. Пока достаточно широкой кистью пользуюсь. Это синтетика. Почему-то мне попалась не маркированная. А, кстати, по поводу разновидности кистей, я вспомнила, почему эта кисточка не маркированная. Это кисть для нанесения макияжа. Я пробую в работе с кофейными красками самые разные кисти, начиная от натуральных. Это колонок, волк, иногда использую белку. И завершаясь синтетическими, которые сейчас совершенно разного качества, свойств, форм и размеров есть. И интересно было позаниматься еще и с кистями для макияжа. Очень хорошая, упругая, мягкая щетина. Хороший ворс у этой киточки. И, в общем-то, она себя интересно показывает в работе. Начинаем набирать темноту основания ствола, сводя его на метр к верхней части. С одной стороны у нас получается есть определение контура ствола, с другой стороны мы его даем не полностью. То есть где-то он у нас чуть-чуть может быть теряться, и грезка не выглядит как бы очерченной с двух сторон, как маркером. То есть у нас линия должна быть достаточно живой и подвижной, гибкой, толще, тоньше, насыщеннее, светлее. Так, Надежда, приветствую вас. Пропустили с самого начала, какой кофе используется, сваренный или растворимый, и какой консистенции. Можно использовать один из двух рецептов приготовления кофейной краски. Либо брать кофе молотый, самого тонкого помола, и готовить его в малом количестве воды. Далее процеживать. И его использовать как краску. Я так делала большую часть времени в начале своего кофейного пути. И со временем, опытным путем, находя разные вариации рецептов, оценила преимущества краски из растворимого кофе. Краска получается очень однородной. Здесь уже не требуется ее процеживать. Мы либо к двум частям кофе добавляем одну часть воды, либо к трем частям кофе две части воды. Ну, такая консистенция плюс-минус. Мне нравится кофе, который, вот покажу, густой, текучий, как сироп. Например, такую же красочку использует индийская художница Амита Дутта. И называет свои краски кофейными сиропами именно за их текучесть. Вот такая краска дает очень хорошую степень контрастности в рисунке, потому что кофе, разведенный из растворимого, может быть черным, насыщенным, почти черным, насыщенным, очень густым. Краска же, которая приготовлена из молотого кофе, она чуть более легкая, акварельная. Идеально подойдет, например, для ароматерапии, если она предусмотрена в процессе, ну, потому что можно играть с сортами кофе, с марками и получать разные оттенки запаха. Единственное, почему я бы сильно, сильно очень не делала акцент прям вот на запах кофе, то есть не ставила бы его во главу угла, он, безусловно, должен быть... Все кофейное рисование у меня началось из-за любви к кофейному аромату. Я очень скучала без кофе, когда мне его было нельзя пить. И готовила краску именно для того, чтобы вдыхать этот аромат. Поэтому и начала с молотого кофе. Перешла постепенно к растворимому, потому что краска показала себя лучше. Именно в процессе рисования и в процессе хранения картин. Запах же, что у растворимого кофе, что у молотого кофе, со временем уходит. Это происходит даже просто при хранении не молотого кофе, а в зернах. Так что результат будет по запаху примерно одинаковый в итоге, когда он подрастает. А вот по качествам краски выигрышнее все-таки кофе растворимый, как показала практика. Единственное, что растворимый кофе, конечно, бывает тоже разных сортов, типов, марок. И можно выбирать именно тот кофе, который не содержит красителей и консерванты. Чем, например, могут грешить какие-то недорогие сорта, недорогие марки. Хороший кофе же будет вести себя отлично и не иметь каких-то посторонних странных ароматов, привкусов, послевкусия, запахи. Так, порисовываем остальные березки. Сейчас я немножко ускорюсь, потому что березок довольно много. И нам, чтобы более-менее успеть оформить картину за один подход, за один сеанс, нужно действовать энергичнее. То есть здесь у нас сейчас ничего сложного в этом сюжете нет. Рисуем березку за березкой. Дальние у нас чуть тоньше, менее прорисованные, как я говорила. Можно, чтобы оживить вот такой простенький пейзаж, где у нас тропинка с березками, ввести туда некий астафаж. Астафаж – это небольшая деталь картины, которая является завершающим элементом, какой-то изюминкой в картине. Это может быть птица, какой-то персонаж или какая-то деталь, что-то, что картину оживит. Небольшой фрагментик. Нижнюю часть березок мы потом скроем травой. Ближний к нам березки можно сделать. Еще помассивнее, пошире, таким образом, приблизив их визуально к передней части картины. Также не забываем про объем каждого ствола. Здесь у нас по фото легко определить, откуда падает свет. Мы видим это по солнечным лучам, солнечным зайчикам, по освещению стволов берез. И для того, чтобы показать объем ствола, мы должны показать именно распределение света и тени. Выявляем самый светлый участок ствола, и от него в сторону будет сходиться тень. Для того, чтобы высветлить центр стволика, очень удобно с кофейной краской обращаться чистой влажной кистью. Чистая кисть с плотной акварельной бумаги вымывает краску почти до бела. В тех местах, где нам нужно сделать светлый акцент, мы можем использовать этот прием. Так, здесь я еще перейду к широкой кисточке, чтобы показать тропинку и кустики травы. Излишки кофе и влаги можно сбрасывать в салфетку. Вот эти бумажные салфеточки, которые постоянно под рукой в процессе работы. Тропинка утончается и уходит вглубь рощи. И шире, и четче на переднем плане. Постепенно мы будем добавлять контраст всем планам работы. И дальнему, и среднему, и чуть впереди тоже. Без резких каких-то линий. Пока мы очень все мягко-мягко намечаем. По сути, здесь работу предлагается вести через постепенное наращивание тона, через постепенное набирание краски. Продолжение следует... И еще важный момент, что штрихи, которые мы производим, должны располагаться у нас по форме предметов. Если мы ведем тропинку в некой плоскости, мы вкладываем ее длинными продольными штрихами. Траву я пытаюсь изобразить сейчас очень пока приближенным пятном. Но тем не менее, сразу же задаю ей направление. То есть травка у нас растет где-то вверх, чуть в стороны. И кисть я веду именно так. Чтобы у каждой части сюжета было уже свое формирование штрихами. Если это березки, мы их сначала показываем продольными линиями, потом начинаем поперечными наращивать вот эти темные пятнышки. А травку вот именно короткими штрихами постепенно вводим в картину. И перейду на кисть потоньше. Немного тоньше кисточка. И продолжаем с другими березками. Здесь березка еще относится к довольно ближнему для нас плану картины, поэтому ее тоже рисуем пошире и добираем почетче пятнышки. Когда кофе подсыхает, новый слой краски ложится на него, не размывая предыдущий. Здесь нужно деликатно кисточкой действовать, укладывая краску, чтобы именно не потревожить предыдущий слой, чтобы он у нас остался. Тогда у нас слой на слой на слой дает эффект лессировки, что используется в акварели и в маслой живописи также. И за счет наслоения получается объем и ощущение глубины прорисовки. Пока это только начинается. Именно поэтому я перемещаюсь от одной части картины к другой, чтобы дать в предыдущей части подсохнуть, чтобы можно было работать на ней дальше. Смотрите продолжение в следующей части картины кисточки. Смотрите продолжение в следующей части картины кисточки. Сейчас на этом этапе уже хочется обязательно добавить какие-то веточки в верхней части берез, чтобы у нас это были не голые стволики, а начало формироваться некая масса веток в верхней части картины. Мы вытягиваем веточки из стволов. На кисточке при этом должно быть достаточно влаги, кисточка должна быть сырой, мокрой. И немного кофе. Попробуйте обязательно на черновичке, что получается. Если кисточка отдает краску легко, воды достаточно. Если линия получается проявительности, значит воды маловато, стоит ее добавить. И из стволов, как, собственно, ветки растут, так мы их и начинаем рисовать. То есть не к стволу, а из стволов. Вытягивая. Вытягивая в стороны. Вытягиваем чуть. Изображаем, если что ветка находится за стволом березы, то есть растет в ту сторону от нас, то мы ее начинаем немного вести. Мы видим ее, потом она дальше проецируется так, что мы видим потом уже загибающуюся часть, тонкую. То есть таким образом рисуем короткую толстую часть и потом тоненькую веточку. От нее небольшие ветки. Вот эту вытягиваем, продолжаем. И к концу ветки мы сходим ее на нет. Все время нас окружает волшебный аромат кофейных зерен. На следующих этапах мы и веточки почетче прорисуем, и им дадим объем. В толстых частях, ближе к стволу, можно сделать веточки и потемнее, и чтобы они у нас получились объемными, и сделать их нижнюю часть, куда попадает тень, более кофейно. В верхней части березки темных пятен становится меньше, и они чуть бледнее. Мы это соблюдаем в нашем пейзажике. Так, там одна березка. Добавляем веточки другим, но не сильно усердствуем, не прорисовываем прям каждую при каждую веточку, создаем некую массу веток. Но помним, что у нас, поскольку будет на картинке лето, все это также прикроется и листвой. Множество листвы можно изобразить разными способами. Во-первых, кисточкой. Во-вторых, например, губкой для мытья посуды. Когда мы набираем... Сейчас я, наверное, покажу прием с губкой для мытья посуды. Когда мы набираем кофе на суховатую губку и начинаем легко-легко так вот причпокивать к листу. Сейчас мы с вами это изобразим. Надежда, спасибо. Вот губка, можно использовать кусочек поролона и так далее. Вообще, с кофейным рисованием, с эго-рисованием, когда используются, кроме кофе, какие-нибудь другие краски, например. Продолжение следует...